Дети войны, так называют поколение, которое выросло на территории оккупированной Германии во время Великой Отечественной войны. И на особым месте те, чье детство прошло в концлагерях. 1 июня 80 лет исполнилась жительница города Десногорска, бывшей несовершеннолетней узницы фашистского концлагеря. В Десногорске комитетом солдатских матерей при поддержке администрации города, совместно с депутатами городского совета, общественными и муниципальными организациями, отделом социальной защиты, военным комиссариатом, с участием юно-армейцев. С благодарностью и заботой регулярно проводятся мероприятия для ветеранов, узников и детей войны. Для людей, прошедших ту страшную войну, очень важно чувствовать особое внимание. Мы с огромным удовольствием поздравляем вас с этим юбилеем. Желаем вам, конечно же, крепкого здоровья, успехов, счастья и быть всегда такой молодой, красивой и задорной. Спасибо. Мы от души нашим коллективам поздравляем с днем рождения. Спасибо. Желаем вам действительно благоухать, также улыбаться, находиться в положительном, так скажем, состоянии, добром. Вот, чтобы вы улыбались. Ну, вообще, выглядите прекрасно. Я не ожидал, честное слово. Мне сказали, что 80, наверное, обманывают. Специально для героини торжества звучат военные песни от юнормейцев. Под них подарок от главы города Андрея Шубина вручает его доверенное лицо пресс-секретарь администрации Екатерина Хасько. Я от его отца вас поздравляю с вашим юбилеем. Благодарю вас за цветы и вам на память памятный адрес. Она родилась 1 июня, а через три недели началась война. Первые месяцы жизни Тамара Александровна вместе с матерью и сестрами провела в концлагере в Рославле. Об этом страшном периоде жизни она помнит только по рассказам матери. И маму угоняли, а я отставалась в концлагере с бабушкой. Бабушка была еще в концлагере. А ее выгоняли работать, окопы копать. И вот они один прекрасный день копали окопы. И говорят, выкопали мы окопы эти. А потом последствия и говорят, ну что, раздевайтесь. Мы, говорят, сразу поняли, что это раздевайся, мы больше не вернемся. Первые личные воспоминания – сгоревший дом, послевоенные годы в землянке и выкопанные рвы, из которых брали скопившуюся дождевую воду. По-человечески счастливой она стала намного позже, приехав в Десногорск и поступив в хоровой коллектив «Ивушка». 25 лет я хожу в хор. Отдала все. Я в хоре отдаюсь все. Первый голос у меня. Глядя на эту женщину, трудно поверить в ее возраст. Энергичная и жизнерадостная, яркая и изящная, она является собой жизнеутверждающий пример стойкости и оптимизма. Ксения Ложкова, Виталий Волков, Александр Ерофеев, Десна ТВ.